Здравствуйте дорогие друзья! Снова я приветствую вас на канале Харту. Меня зовут Михаил. Буквально вчера я вернулся со строительного форума, проходившего в городе Десногорск, где принимал участие в строительстве двухэтажного каркасного дома экспресс-метода. Именно участием в различных мероприятиях и объясняется отсутствие видео на моем канале. И сегодня у нас обзор. И гвоздь нашей программы Фрезер Де Вол. Этот фрезер существенно отличается от всех тех фрезеров, которые мы рассматривали ранее. И я надеюсь, что этот обзор многим будет интересен. Впервые с этим фрезером я столкнулся на фестивале столярного дела в апреле этого года. И принял неокончательно бесповоротное решение купить его. Этот фрезер был куплен в магазине всеинструменты.ру. И мне помог приобретение Владимир Куликов, за что ему отдельное спасибо. Купил он его с небольшой скидкой. Сейчас в магазине всеинструменты.ру стоимость этого фрезера составляет около 23 тысяч рублей. Многие сочтут эту цену завышенной. Но смею вас заверить, что эта цена вполне оправдана, поскольку конструкция этого фрезера уникальна. Это фрезер, во-первых, двухбазный. Вы получаете два фрезера в одном. Во-вторых, технические характеристики и самоконструкция этого фрезера такова, что она является самой оптимальной для использования в домашней мастерской при работе с небольшими изделиями. Эти фрезеры выпускаются в различные комплектации и, соответственно, отличаются буквенно цифровым индексом, то есть номером модели. Вот эта модель 26204К. Давайте прежде всего откроем чемодан и посмотрим комплектацию. Что мы видим здесь? Здесь техническая документация, два параллельных упора, штанги, фрезер, установленный в кромочную базу, погружная база, два полеотвода и комплект дополнительных частей. Рассмотрим всё по порядку, но начнём с технических характеристик, наверное, и с вот этой документации. Прежде всего покажу. Это чек о покупке, чтобы не было никаких сомнений, никакой халявы. Всё куплено. Как я уже сказал, Владимир Куликов купил этот фрезер для меня с небольшой скидкой. Вот так выглядит сам фрезер, установленный в кромочную базу. Коротко о технических характеристиках. Мощность двигателя составляет 900 Вт. Этот двигатель оснащённый константной электроникой, плавным пуском и регулятором оборотов. Обороты регулируются в пределах от 16 тысяч до 27 тысяч. Вес фрезера составляет 2,7 килограмма. И учитывая функционал, всё это делает его идеальным для работы с небольшими изделиями. Погружная база имеет классическую конструкцию. И рабочий ход погружной базы составляет 55 миллиметров. Что позволяет работать абсолютно со всеми концевыми фрезами. Диаметром хвостовика 8 миллиметров. Два полеотвода. Каждый из них предназначен для установки на погружную либо кромочную базу. Это полеотвод для кромочной базы. И этот полеотвод для погружной. Аналогично у нас два параллельных упора. Один параллельный упор, сделанный из штампованного металла. Предназначен для работы с кромочной базой. Второй параллельный упор. Он имеет классическую конструкцию. Используется он совместно с двумя штангами. И предназначен для работы с погружной базой. Думаю здесь я вас ничем не удивлю. И коротко о дополнительных принадлежностях. Вторая база для кромочного фрезера. Позволяет устанавливать сюда копировальную втулку. Сама копировальная втулка. С двумя винтами для крепления. Для установки копировальной втулки. В комплекте имеется установочный конус. Диаметр 8 мм и 6 мм. Естественно у нас имеется ключ. Ключ на 17 мм. Для затягивания цанги. И помимо всего прочего. У нас имеется 5 винтов. И пружины для того, чтобы установить параллельный упор на погружную базу. Примечательно то, что здесь используются латунные винты. И латунь по алиминевому сплаву будет работать очень долго и очень мягко. Сразу рассмотрим установку полеотвода на погружную базу. Имеется язычок. Вот такая защёлка. Вставляем нужное положение. Защёлка входит в отверстие подошвы. И здесь мы фиксируем таким же винтом, каким мы фиксируем штангу. То есть всё предельно просто и предельно понятно. Установка полеотвода на кромочную базу осуществляется ещё проще. Приставляем и затягиваем два винта. Винты на шляпках имеют накатку. Поэтому установка предельно проста. Поскольку фрезер у нас установлен в кромочную базу, с неё и начнём обзор. Но сначала размотаем кабель. Кабель здесь в данной изоляции. И длина кабеля составляет 3 метра. Кабель очень плотный, очень мягкий. На морозе такой кабель не будет грубеть. И начнём, наверное, с того, что сначала включим фрезер. И посмотрим ещё некоторые особенности. Как видите, фрезер имеет плавный пуск. И оснащён подсветкой рабочей области. Это очень актуально при работе с кромочной базой. Поскольку здесь окно очень маленькое. И корпус перекрывает весь поток света. Послушаем, как работает фрезер на различных оборотах. Динамического тормоза здесь нет. Но я думаю, здесь он и не нужен. Кромочная база имеет не очень большой диаметр. И учитывая, что у меня рука очень маленькая. Мне довольно удобно держать этот фрезер. Соответственно, если рука у вас покрупнее. То вам будет фрезер держать ещё удобнее, чем мне. Кромочная база позволяет опускать фрезер практически в ноль. То есть сейчас вы видите, что гайка с цинкой фрезера поравнялись с нижней подошвой. Соответственно, любую фрезу можно использовать по максимуму. И давайте рассмотрим, как осуществляется подъём и опускание фрезера в кромочной базе. Здесь имеется гайка. Она сейчас имеет некоторый люфт. Он обусловлен тем, что фрезер сейчас зажат. Откидываем клипсу. Конструкция клипсы очень интересная. Здесь расположено коромысло. И зажатие происходит специальным кулачком. Кулачок здесь самоцентрирующийся. Плавающая конструкция. Но она очень надёжна. Данная конструкция напоминает конструкцию дворников. Где есть одно большое коромысло и одно маленькое. И вот этот прижимной элемент, сам кулачок, он позиционируется относительно той плоскости, в которую упирается. То есть он упирается в боковину, в саму цилиндрическую часть фрезера. Итак, я откинул клипсу. И фрезер получил свободу. Он висит в корпусе на вот этой пластиковой гайке. Гайка является регулировочной. Вращаем гайку, поднимаем фрезер. И, соответственно, само тело фрезера является резьбой. Это очень большой плюс, поскольку эта конструкция является очень надёжной. И позволяет очень точно регулировать глубину погружения. Гайка регулировки погружения имеет две защёлки. Нажимаем на них и извлекаем фрезер. На корпусе фрезера есть две проточки. С одной и с другой стороны. Они нужны для того, чтобы фрезер внутри базы не вращался. Здесь расположены два штифта. Штифты стальные. И, соответственно, они удерживают фрезер в заданном положении. Штифер можно установить как с одной стороны. Также развернуть её в другую сторону. Отличие в установке заключается в том, что у нас кнопка либо доступна для нажатия, либо мы можем развернуть её на противоположную сторону. Это лишний плюс к безопасности, для того, чтобы не было возможности случайного нажатия на кнопку блокировки шпинделя. А сейчас особое внимание уделим гайке. Внутри гайки находится один виток резьбы. И, как видите, этот виток практически полностью замкнут. Этот зазор можно практически не учитывать. Чем же примечательна такая система? Этот виток резьбы является опорой для фрезера. И как раз на этой гайке фрезер вывешивается внутри корпуса. Поскольку виток резьбы находится по всему периметру гайки, соответственно, и опора для фрезера находится по всему периметру. Благодаря этому полностью исключается покачивание фрезера внутри корпуса. Как видите, люфт полностью отсутствует. Также большая площадь опоры способствует тому, что здесь не происходит выработки. То есть эта система работает очень долговечно и очень надёжно. Теперь давайте рассмотрим, как же осуществляется подъём-опускание и на что нам нужно ориентироваться. Здесь мы видим нулевую отметку и по периметру также нанесены риски с цифрами. Здесь единичка и между ними полмиллиметра. Соответственно, если мы располагаем указатель где-то в промежуточном положении, то мы можем вылавливать десятые доли. Точность такого метода довольно высокая. Поскольку длина окружности довольно большая, соответственно, и цена деления, то есть 1,2 часть периметра, тоже довольно большая и эта система позволяет выставлять глубину погружения довольно точно. В зависимости от того, как будет останавливана фреза и где будет располагаться нулевая точка, соответственно, нулевую отметку мы можем повернуть и расположить в любом месте. То есть вот это кольцо вращается. Подошва имеет несколько отверстий. Основное центральное отверстие, где будет располагаться фреза, 4 отверстия для улучшения полеудаления. И есть ещё 4 отверстия. Они нужны для того, чтобы получить доступ к крепежным винтам для установки параллельного упора. Параллельный упор вставляется между подошвой и корпусом и фиксируется через отверстия винтами. Также в эти отверстия можно придумать и установить какие-либо самодельные приспособления типа копировальных роликов или чего-то подобного. Также есть две риски. Они хоть и довольно крупные, полукруглые, но они примерно ориентируют вас на центральную ось для того, чтобы вам легче было вести фрезер по какой-то линии и ориентироваться вот на эти две отметки. И теперь нам остается рассмотреть систему фиксации фрезера внутри корпуса. Во-первых, для фиксации гайки здесь имеется кольцевая проточка, за которую цепляются те самые клипсы. Но самое интересное, это система прижима. Фрезер внутри корпуса устанавливается довольно плотно, практически без люфтов. И рассмотрим систему фиксации. Здесь имеется плавающая опора с регулировочным винтом. Винт, естественно, регулирует плотность прижатия кулачка к корпусу. Зажимная клипса это из эксцентри. Клипса соединена с промежуточным рычагом и при зажатии опирается на подвижную опору. А с другой стороны от коромысла расположен как раз фиксирующий элемент. Он имеет скошенный верхний край для того, чтобы фрезер легко вставлялся. И также он имеет плавающую конструкцию. Этот сухарик покачивается и при фиксации он сам находит своё нужное положение. Думаю, сразу есть смысл рассмотреть гайку и цангу. Цанга изначально защёлкнута в гайке. Цанга имеет правильную форму, очень полугий уклон. И эта цанга одноступенчатая, то есть она самостопорящаяся. Когда мы затягиваем фрезу, фреза фиксируется очень надёжно. Когда мы извлекаем цангу, сначала сходит сама гайка, а потом только мы докручиваем. И сама гайка вытягивает цангу вместе с фрезой. Поскольку гайка имеет только два шлица, для удобства использования, для удобства затягивания гайки, шпиндель имеет несколько фиксирующих отверстий. Я провернул, посчитал. Зубчатый венец для фиксации имеет 12 положений. Это очень большой плюс. Глубина отверстия в шпинделе относительно переднего торца гайки составляет 45 мм. Что позволяет зажать сюда абсолютно любую фрезу с хвостовиком 8 мм. Напомню, что при установке фреза не должна доходить до дна отверстия. То есть должен оставаться какой-то свободный зазор. Также помимо вот этой подошвы, на базу можно установить и круглую подошву, которая предназначена для установки копировальной втулки. И установку самой копировальной втулки я покажу чуть позже, на примере с погружной базой. Установка параллельного упора на кромочную базу осуществляется предельно просто. Выкручиваем вот эти два винта. Устанавливаем кронштейн. И закручиваем винты через подошву. При регулировке положения параллельного упора мы можем ориентироваться на шкалу. С одной стороны сантиметры, с другой дюймы. Дюймы, конечно, немножко мешают, сбивают с толку. Но, в принципе, к этому довольно легко привыкнуть. На этом кромочную базу мы откладываем и переходим к рассмотрению погружной базы. Здесь всё попроще, поэтому я вас сильно не утомлю. Установку бокового упора я подробно не буду показывать. Единственное, на что заострил ваше внимание, вот на этом пазе. Этот паз предусмотрен для того, чтобы здесь можно было осуществить микрорегулировку. То есть, если установить сзади дополнительную колодку, вот здесь располагается винт с проточкой. И вот эта вот выпуклость, вот эта шейка, находится внутри проточки. Вращаем винт и придвигаем или отдаляем дополнительную колодку. И благодаря этому осуществляется микрорегулировка с точностью до десятых долей. То есть, здесь штатно этого нет, но это можно придумать самому. И да, оснастить такой параллельный упор какой-либо даже деревянной колодкой. Я считаю, что это довольно большой плюс и даёт вам просторы для полёта фантазии. Также обнаружил ещё одну особенность. Если выкрутить винты и снять губку, то снизу мы видим, прячутся два отверстия с зенковкой. Соответственно, губку можно прикрутить вот в этом положении. Её вверх равняется сверху вот этой ступеньки. Пока ещё не знаю, для чего это нужна функция. Инструкции по эксплуатации для неё ничего нет. Но также думаю, что её где-то можно применить. Может быть, сюда можно будет прикрепить какое-то ещё дополнительное приспособление типа листового материала. То есть, здесь опять же, полёт вашей фантазии определяет функционал. Итак, рассмотрим погружную базу. Здесь имеются штатные каналы для установки штанг и три винта. Два на одной штанге, один на другой. Также имеются два дополнительных отверстия. И здесь резьба, но уже не М6, а резьба М5. То есть, эти барашки сюда не вкручиваются. Сюда есть возможность доустановки другой какой-то оснастки, которой в комплекте нет. Но её можно либо докупить, либо доделать. И также на эту базу есть возможность установки того самого штампованного металлического параллельного упора. Вставляем. И вот получаем доступ к тем самым крепёжным винтам. Использование того или иного параллельного упора определяется только спектром поставленных задач. И также обращаю ваше внимание на два отверстия. Это сквозное отверстие в накладке и резьба в подошве. При резьбе М6 эти крепёжные отверстия позволяют установить фрезер в стол. Внутри базы имеются также два штифта, которые позволяют установить фрезер кнопкой либо в одну сторону, либо в противоположную. На гильзе погружной базы имеется специальный прилив. И на этом приливе сделан крючок. Он является опорой для фрезера. Поскольку фрезер имеет два положения, то, соответственно, кнопкой можно установить либо так, чтобы не исключить возможность нажатия, либо напротив освободить эту кнопку и сделать её доступной. Какие же ещё особенности у этой базы? Эта база является нормально заблокированной, зафиксированной. Нажимая на рычаг разблокировки, мы освобождаем фиксирующий винт. Здесь, как видите, база ходит очень легко. Основная рабочая, несущая стойка, имеет диаметр 16 мм. И вторая стойка, направляющая, имеет диаметр 12 мм. Здесь установлена одна коротенькая втулка, а вот здесь две большие, более длинные втулки. И благодаря тому, что втулки разнесены, исключается полностью покачивание фрезера. Здесь же располагается рабочая пружина. И благодаря тому, что вес фрезера и усилия, прилагаемые к ручке, располагаются по разные стороны от рабочей пружины, соответственно, мы можем фрезер поднимать и опускать одной рукой. И, соответственно, мощность пружины компенсирует вес фрезера. То есть здесь прилагаемые усилия минимальны. И именно поэтому фрезер работает и ходит очень легко. Опускаем фрезер в нужное положение, отпускаем рычажок и фрезер блокируется в заданном положении. Также можно дополнительно чуть-чуть поддавить для лучшей фиксации. Следующее, это регулировка погружения. У нас имеется классический револьверный упор. И этот револьверный упор прижат через пружину. Снизу на подушке имеется выступ. И для того, чтобы перевести револьверный упор в какое-либо из положений, мы его вращаем. Он чуть-чуть приподнимается и попадает выемкой на выступ, благодаря чему позиционируется в каком-либо из положений. Револьверный упор с четырьмя положениями. Один, два, три, четыре. И также ещё есть дополнительный винт с контргайкой. Винт нужен для того, чтобы можно было установить какую-то заданную разность по высоте между одной из площадок и верхом винта. Например, если приходится фрезеровать периодически несколько проходов с разностью по высоте. Например, между верхней площадкой и винтом мы задаем разность в 2 мм. И, соответственно, переключая этот револьверный упор то в одно, то в другое положение, мы получаем разность по высоте, ту, которую мы хотим. Шток ограничителя глубины погружения фиксируется одним единственным винтом и имеет точную регулировку. Отпускаем винт и устанавливаем шток в заданном положении. На штоке имеется передвижной флажок, который мы можем ориентировать для задания нулевой отметки. На нижней стороне штока расположен стаканчик. Шаг резьбы здесь равен 1 мм, поэтому, конечно же, полный оборот прибавляет или убавляет 1 мм погружения. Но, с другой стороны, отсутствие рисок десятых долей делает невозможным точную подстройку по десятым долям. Конечно же, в этом есть некоторое неудобство, но, учитывая общий функционал и высокую точность кромочной базы, на эту мелочь можно закрыть глаза. Вполне можно пользоваться, например, какими-либо щупами, либо проставками. И, пожалуй, последнее, что осталось посмотреть. Установка копировальной втулки. Сначала устанавливаем саму копировальную втулку внутри подошвы. Делается это при помощи двух винтов с потайной головкой. Копировальная втулка практически не имеет люфта. И после того, как мы затянем её винтиками, она строго найдёт своё заданное положение. И больше сдвигаться не сможет. Обращаю ваше внимание, что сейчас есть люфт. И даже если я прижимаю копировальную втулку к какому-либо краю, при затягивании она сдвигается и находит своё положение. То есть здесь регулировки нет, есть только просто установочные винты. А вот теперь нам понадобится ось и установочный конус. Как же ими пользоваться? А очень просто. Я устанавливаю ось в цангу. Не важно, какой стороной это сделать. Нам нужна цилиндрическая часть 8-миллиметровая. И теперь затягиваю. Расфиксирую фрезер и натягиваю подошву. Блокирую. После этого берём конус и натягиваем его на ось. Ослабляем винты, которые крепят накладку к подошве. Сейчас копировальная втулка имеет возможность перемещения вместе с накладкой. И аккуратно, придерживая подошву, отпускаю. Снова фиксирую. Сейчас подошва может немножко вращаться вокруг оси, но она не имеет возможности смещения какой-либо из сторон. И теперь мы фиксируем саму подошву винтами. Центровка закончена и можно удалять конус. Можете видеть, что зазор везде одинаковый. Теперь при установке любой фрезы она будет точно отцентрирована относительно втулки. Вот и закончен обзор фрезера. И единственное, на что я забыл обратить ваше внимание, ну вот эту вот крышечку, которая закрывает кнопку. Это пылезащита. Казалось бы мелочь, но на самом деле это очень важный элемент. Потому что здесь сквозь корпус проходит большое количество воздуха, и естественно этот воздух натягивает пыль. Если пыль попадает внутрь кнопки, естественно она попадает под контакты. И попавшая под контакты пыль создает переходное сопротивление. То есть контакты начинают греться, и либо просто кнопка расплавляется, либо контакты свариваются между собой. И соответственно, когда вы хотите выключить, вы выключить фрезер уже не можете. А этого допустить никак нельзя. Вот на этом, пожалуй, обзор фрезера и закончен. И я надеюсь, вы сможете для себя сделать вывод о том, стоит ли покупать такой фрезер или не стоит. Ну а работу этого фрезера я покажу в следующих мастер-классах. И на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте ставить оценки к этому видео, делиться этим видео в соцсетях. И не забывайте подписываться на канал, кто этого ещё не сделал. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok